У нас ликвидируется организация, в которой я работала около 10 лет. Хотела узнать, как все наши документы попадают в архив. Ведь, возможно, мне пригодятся документы потом, при оформлении пенсии. 23 марта 2020 года между профсоюзами, работодателями и правительством Приморского края заключено региональное трехстороннее соглашение о регулировании социально-трудовых отношений на 2020-2022 годы, которое включает в себя обязательства сторон по обеспечению социальной стабильности, а также повышению благосостояния населения Приморского края. Данные обязательства включают в себя выполнение работодателями требований нормативных документов по формированию и передаче на хранение архивов организаций, содержащих персональные данные работников, в том числе необходимых для назначения пенсии и социальных пособий. Такие документы отнесены к документам по личному составу. Федеральным законом от 22 октября 2004 года номер 125 об архивном деле в Российской Федерации установлена обязанность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью, без образования юридического лица, обеспечивать сохранность документов по личному составу, созданных до 2003 года не менее 75 лет со дня их создания, созданных с 2003 года не менее 50 лет со дня их создания. А при ликвидации организации, в том числе в результате банкротства, передавать эти документы в упорядоченном состоянии в соответствующие государственные или муниципальные архивы. По вопросам организации, документов в делопроизводстве, а также оформления и передачи их на хранение в архив, специалисты делопроизводственной и архивной службы организации могут обращаться в муниципальные казенные учреждения архива Сурисского городского округа по адресу городу Суриск, улица Калинина, 47, телефон 32-83-67. Продолжение следует...